Добрый день, дорогие телезрители канала ЖТСУ. Мы снова в прямом эфире вместе. В мире профилактики коронавирусной инфекции мы уделяем каждый день особое внимание. И здесь большую работу проводит коммунальное государственное учреждение ЖТСУ Медиа. И сегодня мы хотим поговорить о деятельности этого учреждения. Я хочу представить нашего гостя, руководителя КГУ ЖТСУ Медиа Жанна Арнбекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефон 400109, код города 87282. Вы можете позвонить и напрямую задать свой вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть телефонный WhatsApp мессенджер. Вы через него можете отправить свои сообщения, и мы в студии это озвучим. Вот с первых дней мы все вместе работаем, но ваша организация именно активно включилась в проведение профилактической работы. Ну вообще, можно сказать, информационно-разъяснительная работа с вашей стороны велась очень активной. Все это мы видели. Но когда ведешь такую работу, естественно, бывают различные проблемы. С чем столкнулись? В первую очередь, к сожалению, мы столкнулись с фейковыми новостями. Ежедневно на личные аккаунты, на аккаунты официальных ресурсов именно Акиматов, Акимов поступает очень много вопросов. Например, изначально ходили слухи, что в Талт-Кургане есть коронавирус, что в Текеле есть коронавирус. Все это было фейковой новостью. К сожалению, именно такие люди в нашей работе очень большой вред причиняют, потому что они отвлекают именно органы, местные исполнительные органы. Например, управление образованием должно заниматься образованием, они должны заниматься дистанционным обучением. Нет, они отвлекаются на учителей, например, которые отправляют фейковые новости. Вообще, в маркетинговой среде есть термин «вирусные ролики». Это, например, ролики, которые мы в мессенджерах отправляем друг другу, правильно? Это каждый день практически каждый человек в любом случае хотя бы один ролик отправит, потому что он, с одной стороны, интересный, с другой стороны, может быть смешным. А на сегодня есть термин «вирусные новости». Это синоним слова «фейковые новости». Получается, кто-то от кого-то какие-то данные услышал и выдает их за новости. К сожалению, многие наши люди не будут уточнять правду или это нет, не уточняют у официальных источников, не спрашивают и распространяют. И этим самым создают хаос среди населения, среди своих же родственников, среди своих друзей, скажем так. Из-за этого хотелось бы всех наших зрителей попросить, давайте все вместе, дружно, не будем мешать работе местных исполнительных органов. Пускай врачи будут заниматься своим делом, они пускай лечат нас, нежели будут отвлекаться и постоянно комментировать, что этих новостей нет. Именно, получается, официальные источники будут вам выдавать официальные ответы. Но здесь появляется также законный вопрос, как население, например, говорит. Они верят не официальному источнику в основном, они верят именно вот этому ролику. Потому что, ну, может, интересные слова там говорят. Возможно, или все, что касается коронавируса, именно устрашающая информация, может быть, народу нравится больше. Наверное, поэтому у людей и сейчас вот возникают различные вопросы, что не только вокруг Алматы, там в Алматинской области, в районах, именно вокруг Алматы есть коронавирус. Есть заболевшие и в Талдыкургане, и буквально на днях их положат в госпиталь. И этот вопрос вроде бы как в узком кругу, такой вопрос обсуждался. Но уже население звонит и спрашивает, вот, оказывается, готовят госпиталь и будут ложить больных. Оказывается, у нас в Талдыкургане есть. Вы же официальный источник. Подтвердите, пожалуйста. На данный момент в городе Талдыкургане заболевшего коронавирусом или инфектированного коронавирусом нету больного человека. Если такой человек появится, мы первым делом организуем пресс-конференцию во всех официальных источниках, включая телеканал ЖТСУ, газеты Огня Латау, ЖТСУ, Талдыкурган, а также районные газеты, разместим информацию. Потому что тем самым мы будем делать профилактику. Получается, если кто-то узнал, что в городе Талдыкурган появился человек, который болеет, он сразу зайдет к себе домой. К сожалению, сейчас приняты ограничительные меры, но не все соблюдают. Некоторые люди ходят без маски. Некоторые люди элементарно, получается, игнорируют, ходят в гости, например. Это все, например, если так посмотреть в социальных сетях или в новостях, показывают Казалардинскую область. Там из-за того, что некоторые люди отигнорировали данный момент, данную болезнь, заболели около 100 человек в одном ауле. Это что говорит? Это говорит, что человек просто не читал, либо относится к этому не серьезно. Из-за этого, к сожалению, заболели его же родственники, его же знакомые люди. Если в Талдыкургане появится, я от своего лица, от лица своей организации хочу сказать, что мы в первую очередь сообщим в официальных источниках. Также мы сотрудничаем со всеми блогерами, со всеми интересными, большими пабликами, например, Талдыкурганец, Хайрат Абдрахман, у нас Санула Ждюсенова еще есть, есть Самал Кабышева. Мы через журналистов в любом случае дадим информацию, чтобы люди были на готове, чтобы люди сами уже внесли в свою жизнь профилактические меры. Это выгодно всем, потому что и зрители, наши жители, они будут предохраняться, и государство будет знать, что есть официальный источник, есть официальные данные. Также хотелось бы предупредить, что фейковые новости, сейчас за них можно уже практически получить наказание в размере штрафа, в размере 1000 МРП. Также привлечение к общественным работам срок на 400 часов, либо даже ограничение лишения свободы до одного года. Такие люди были? На кого вы написали? Сказали, что ведет он такую плохую, можно сказать, работу? Вчера в районе 9 часов ко мне обратилась моя соседка, ее зовут Индира, она родительница. Она отправила мне сообщение, где якобы руководитель управления здравоохранения Майрат Лютаевна говорит всем своим сотрудникам, чтобы они не загружали учеников, не спрашивали домашние задания, чтобы они все это оставили на 1 марта. Мы сразу же обратились к Майрат Лютаевне, она сразу отказалась. Ну, я когда прослушала запись, сразу поняла, что это не она, потому что это не ее голос. Следом, получается, они с утра написали заявление в департамент внутренних дел, мы теперь ожидаем ответ. Также хотелось бы сказать, что именно официальные источники управления на сайте управления образованием, в их социальных сетях, на официальных аккаунтах Акиматов вышла информация, что эта информация фейковая. Сейчас уже на республиканских сайтах выходит информация, что эта информация полностью недостоверная. И здесь вот вопрос телезрителя. Мы помним, как выступала директор школы города Текили, и вот недавно учительница тоже выступила, но однако заставляет их закрыть рот, пишут. Вот вообще, как ведется работа с такими людьми, которые выставляют? Давайте на этот вопрос чуть позже ответим. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. А, добрый день. Мне хотелось бы задать вопросы кое-какие. Да, слушаем вас. Так, вот у нас сейчас выступает, вот у нас кто будет обслуживать? Я пенсионер, 90 лет. А кого нужно? Есть у нас проблемы кое-какие. Но... Мы не можем выйти, выехать никуда. У нас карантин в Алматы, вокруг, везде, басты. А заказать или получить, кто-то прийти, уздавать, это никто не хочет. Нет, вот в Алматы, вы видите, как обслуживают? А именно... Обслуживают? А мы как будто на... где-нибудь на острове. Вам нужно купить что-нибудь или прийти дома помочь? Нет, у нас проблема... Да, конечно, мы можем купить так мышь. И, наверное, вот рядом магазин у нас. Спасибо большое, мы вас поняли. Вот здесь вот охота услышать у деятельности волонтерской службы. Как она ведется? Сейчас, получается, во всех районах, во всех городах Алматинской области есть специальные волонтеры, которые сами пришли и сказали, что они хотят помочь. По постановлению главного санитарного государственного врача Алматинской области, Хайрата Гажмановича, к сожалению, старшему поколению нужно сидеть дома. Потому что этот вирус именно очень опасен для старшего поколения. Если вы нас еще слушаете, вы можете обратиться в местный исполнительный орган, написать, либо попросить кого-то позвонить им, они вам помогут. Либо оставьте сюда свои данные, мы свяжемся с вами. Активную деятельность в этом направлении проводит и партия Нур-Отан, а также просто наши жители. Например, в городе Талткурган активно благотворительностью занимается Даурен Талипов. Я хотела бы выразить огромную благодарность этому человеку, потому что он помогает не только многодетным, не только нуждающимся людям, но и во всех постах практически обеспечивает, скажем так, ужином, обедом и завтраком всех санитарных врачей, полицейских и так далее. А этих санитарных постов вокруг города Талткурган? А больше четырех сейчас, если не ошибаюсь. И не один специалист, там несколько специалистов сидят. Давайте продолжим. Хочу напомнить вот таким людям, как вот к нам обратился человек, позвоните в исполнительный орган, я надеюсь, они знают номер. Ну, попросите кого-нибудь из молодых, они вам найдут номер. Есть еще один телефонный звонок, мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Это, я инвалид второй группы. Это у меня есть полидность. Смотрите, я не получил, по сути. Вот теперь, смотрите, жена ходила, я летать в больницу. Жена ходила в больницу, так ее футболят то туда, то сюда, то это. Что вреды должны вступить. Ну, ничего нету, понимаете. Теперь говорят, обратно продлили карантин, если до 30-го продлили. Теперь я что, на следующий месяц, а как на безделье останусь этого? Так, это пособие по инвалидности? Да, пособие по инвалидности. Вообще-то по инвалидности же на год оформляется. Вот, год у меня кончился, как раз вот в апреле. Откуда вы звоните? Сталгара. Как ваша фамилия? Исраила. Спасибо большое, спасибо. Этим вопросом занимается управление социальной защитой. Мы передадим ваши данные, уточним и в своих аккаунтах сообщим вам на этот вопрос ответ. Ну, если вы хотите получить ответ, вы можете номер телефона свой оставить, мы с вами свяжемся. Но мы не поговорили о том, что вот зритель тоже написал сюда, о том, что мы их заставляем молчать после того, как они сказали правду. Ну, в Казахстане, мне кажется, никого нельзя заставить молчать. У всех есть вот сотовые телефоны, через которые они, к сожалению, распространяют и плохие новости, и, к нашей радости, и хорошие новости. Некоторые люди, с одной стороны, хотят поймать хайп, ну, это как в простонародье называется хайп, а так хотят стать как-то популярными. К сожалению, директор школы номер пять, она не так поняла, например, всю работу, которая проводилась в рамках профилактических мер, и, как бы, додумала, скажем так, информацию, придумала и распространила среди своих же сотрудников. В итоге сотрудники Акимата, сотрудники, скажем так, той же школы объяснили ей, что это недостоверная информация, что в городе Текеле нету человека, который заразился коронавирусом. И, поняв это, она извинилась. Мне кажется, тут любой человек сказал бы так и извинился бы, и это правильно. Давайте ответим телезрителю на линии. Мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите. Здравствуйте, я бы хотела спросить, вот у меня сейчас заработная плата на 1500 тенге, я работаю в учреждении на 0,5 ставки, и, получается, могу ли я какую-нибудь помощь получить? Может, 42 500 тенге, не знаю. Просто я не самозанятый человек, я, получается, ни в какую категорию не вхожу. Так, к сожалению, социальная выплата 42 500 тенге выдается именно тем гражданам, которые пострадали из-за чрезвычайного положения в стране, из-за коронавируса. В данном случае нужно уточнить. Мы уточним этот момент и ответим вам чуть позже. После того, как выясним. А как вот насчет учительницы, которая ночью тоже выставила свое видео, где она плачет и говорит о своих проблемах, куда-нибудь направили, ее проблемы решились? Тоже это интересуют своими зрителями. Да, на данный момент Акима от Куксузского района, именно Аким Куксузского района, переговорили с ней уже полностью. Ей дали роутер, также дали с отдела образования Куксузского района моноблок. Сейчас она работает дома, интернет у нее подключен. К сожалению, я увидела этот ролик чуть позже, но местные исполнительные власти моментально среагировали. Конечно, люди поделились на два лагера. Некоторые люди поддержали ее, что да, есть проблемы с интернетом, но некоторые были чуть-чуть огорчены, скажем так, и разочарованы из-за того, что учителя подняли такой, скажем так, шум. Некоторые посчитали, что это хайп. Но если учесть мое собственное мнение, я тоже считаю, что да, есть сейчас трудные моменты. Никто не ожидал, что в один период все сразу перейдут на дистанционное обучение. Они максимально подготовились, но были проблемы. Даже вот социальная выплата 42 500 тенге. В один момент, получается, вся страна зашла на сайт ИГОВ. Из-за этого она стала виснуть. Ну, даже министр сам признался, что интернет сегодня не выдерживает вот такого наплыва народа. Есть телефонный звонок, давайте ответим. Говорите. Ну, даже министр сам признался, что интернет... Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать... Я бы хотела узнать... Слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела узнать... Я вот в городе Талгаре живу. Одинокая мама. В прошлом году я потеряла супруга от онкологии. Я одинокая мама с ребенком. Я смогу получить вот 42 500, так как я получаю вот это способие по утерю кормильца. И самозанятая я. Теперь мне везде закрыли. Я вот вижу, что мне делать. Так, по моим данным, если я не ошибаюсь, к сожалению, я не имею права полностью консультировать, так как я сотрудник внутренней политики и ЖИЦУМЕДИА. У нас получается, если вы получаете пособие, пособие у вас не остановилось. Вы ее своевременно получите. Но так как вы самозанятая, вы можете подать заявку. В Министерстве труда Республики Казахстан полностью рассмотрят и дадут вам ответ. Есть также номер 1414 колл-центра. Вы позвоните туда, уточните, вам ответят. Давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, ЖИЦУМЕДИА, коммунальное государственное учреждение, вообще какую цель преследует? Самая главная наша цель – это полностью информировать достоверные информации. При этом создать эффективный коммуникационный баланс среди зрителей, жителей и, скажем так, местных государственных исполнительных органов. В принципе, на сегодня, за 4 года мы лидируем по показаниям. Именно мы проводим больше всех брифингов. Если в некоторых регионах проводят 50 брифингов в год, мы в год проводим около 200 брифингов. У нас, получается, информация выходит очень качественно и очень оперативно. На данный момент только из-за коронавируса мы распространили в соцсетях около 200 или больше афиш, например, с информацией о том, как нужно, например, даже мыть руки. Как нужно делать... Мы сделали видео, например, как нужно сделать в домашних условиях маски элементарные. Также разного характера информации, например, постановление полностью показали в картинках, постановление показали, 42 500 – это соцвыплата. А также все новые новости про коронавирус. Потому что сейчас все сидят в социальных сетях, все информацию получают через мобильные телефоны. К сожалению, немногие люди читают полностью текст. Все смотрят картинки либо видео. Ну, это как бы уже доказано и не раз, наверное, говорилось. Картинка играет 90% роли, когда какой-то текст выкладывают. Получается, информацию сейчас люди получают больше визуально. Вы говорите, больше брифингов провели. Вообще, ваше учреждение с чем больше обращаются? Что народ волнует до коронавируса и во время коронавируса, вот этой инфекции? Что больше всех волнует? Ну, все очень актуальные вопросы. Например, зимой – это, как обычно, снег. Так, весной – это пассивные работы, летом – это практически туристические моменты. Всегда очень огромную, большую часть нашей работы – это социальные вещи, которые происходят у нас в стране. Социальные проекты, социальные программы, государственные программы. Я же говорю, к сожалению, немногие читают новости полностью, не вникают и задают, скажем так, вопросы. Сейчас от государства очень много возможностей предоставлено людям, чтобы они могли жить качественно. Вы только что, нам известно, что вы только что вышли из брифинга. И там говорили о том, что в Алматинской области есть выздоровевшие от этой инфекции, от коронавируса. Поделитесь с нами. Только что со мной рядом выступал руководитель управления здравоохранения Бауржан Ербозинович. Он сообщил радостную новость, что самый первый человек, который у нас в Алматинской области заболел, это человек, который прилетел из Мекки через Киргызстан, 85-го года рождения, мужчина. Он сейчас выздоровел, сейчас будет находиться 10 дней на карантине дома. Также двое людей, которые были рядом, контактировали с ним, тоже будут под наблюдениями врачей. У нас в целом профилактические меры сохранены, из-за этого роста заболевших к нашей радости нет. Также дайте, пожалуйста, информацию о том, что продлится ли вот это чрезвычайное положение до конца месяца. Одни говорят, что до конца, одни говорят, что 15-го мы завершим и выйдем полноценно работать. На данный момент официального продления ограничительных мер не было, но как нам скажут, что были приняты меры, мы сообщим. Но чисто мое личное мнение, скорее всего, время ограничительных мер чуть-чуть продлится, потому что в стране идет рост заболевших. Еще спада нет, еще не остановилось. Очень много жителей задают в личном аккаунте вопросы, когда это закончится, зачем это делается, зачем вы город закрыли. Это делается для профилактики. Это делается для того, чтобы наши жители, наши дорогие жители-суцы оставались здоровыми, чтобы они не болели. Чтобы, например, месяц-два, мне кажется, можно посидеть дома, можно чуть-чуть отдохнуть, скажем так. Я понимаю, что движение – это жизнь, но жизнь намного дороже, чем деньги. Правильно же? Ну и такая возможность сейчас. Конечно, люди боятся, что денег на это не хватит. Хотя от отдыха никто и не откажется. До конца программы осталось немножечко. Ваши пожелания вкратце? Хочу пожелать всем оставаться, ну, с одной стороны, хочу всех попросить, во-первых, остаться дома, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши близкие не были под угрозой заболеть этим вирусом. Самое главное для нас – это ваше здоровье, чтобы вы жили счастливо и, скажем так, были здоровыми. Также хотелось бы поделиться. Везде говорят, что там появились дельфины, природа стала чище. У нас есть тоже очень хорошая новость. В Текеле появились лебеди. Это, мне кажется, очень хороший знак. Аким Текеле об этом говорил. Я тоже считаю, что это хороший знак. Надеюсь, этот вирус побыстрее уйдет, и мы все выйдем. Заживем полноценную жизнь. Вот на этой хорошей ноте хотим завершить сегодняшнюю программу. Дорогие телезрители, теперь встретимся в прямом эфире в понедельник в 16.00. До свидания. Спасибо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok